Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус! Нежный воздушный пирог на сметане приготовим сегодня с вами к чаю! Легкий быстрый рецепт, а результат всегда отличный! В приготовлении есть свои нюансы, не пропустите, но обо всем по порядку, давайте начнем! 80 граммов сливочного мягкого масла выкладываем в глубокую миску, следом высыпаем 200 граммов сахара и разобьем сразу одно яйцо. Начнем перемешивать миксером, чтобы сахар смешался с жиром и первым яйцем. И вот теперь можно добавлять остальные яйца, по рецепту их 4. Также добавляем по одному, разбивая каждое, только после смешивания предыдущего. Здесь внимание, если не уверены в свежести яиц, то бейте их по одному в отдельную миску и затем уже добавляйте в общую. Перемешиваем быстро и при этом недолго. Добавляем 200 граммов 15 процентной сметаны, чем гуще сметаны, тем меньше мы и тем воздушнее кекс. Снова перемешаем тесто. Отдельно в 260 граммов муки высыпаем разрыхлитель для теста, также для вкуса добавляем фанель и у меня здесь еще немного кардамона молотого и щепотку соли. Перемешиваем хорошо, чтобы подъем теста был равномерный. Что касается разрыхлителя, то всегда смотрите на упаковку, потому как один вес, к примеру, 10 грамм может быть рассчитан на 300, 400 или даже 500 граммов муки. Я беру 7 граммов разрыхлителя из пачки, где 10 грамм, которые рассчитаны на 500 граммов муки. Добавляем почти сразу всю муку с разрыхлителем в основное тесто, смешиваем миксером на малой скорости. В идеале тесто не должно накручиваться на венчике, вот какая должна быть густота. Для выпечки беру форму 22 сантиметра в диаметре, дно застилаю пергаментом, а бока обильно смазываю сливочным маслом и пересыпаю мукой. Остатки муки высыпаю. Если использовать форму большего диаметра, кекс будет тоже пышный, но ниже. Вот и духовка прогрелась. Выливаем тесто, разравниваем. Выпекаем кекс до сухой палочки, занимает это около 60 минут. В электрической духовке я ставлю температуру 170 градусов. Если у вас газовая духовка, то температура должна составлять 180 градусов. И когда середина уже поднялась, пирог на сметане готов. Сверху, как и свойственно кексовому тесту, верхушка треснула. Достаем пирог на решетку, пусть остывает. Тесто это получилось в меру сладкое, поэтому для большей сладости мы сделаем глазурь из сметаны и какао. Это очень легко и быстро. В сотейник высыпаем 80 граммов сахара и 20 граммов какао-порошка. Добавляем 50 граммов сметаны, беру также 15 процентную густую. Перемешиваем. Сначала покажется это невозможным, но по мере намокания какао смесь получится вязкой. Ставим сотейник на малый нагрев, доводим до кипения. В конце добавляем 15 граммов сливочного масла для блеска. Глазурь готова! Покрываем ей остывший пирог. Аромат отличный, пахнет шоколадом и сдобной выпечкой к чаю. Сразу и вид у самого кекса стал интереснее. Мы конечно не будем ждать, когда глазурь полностью застынет, давайте разрежем. Посмотрите на эту воздушную структуру. Пирог нежный, не слишком сладкий. Эту сладость как раз компенсирует шоколадная глазурь с легкой кислинкой от сметаны, но и приторной сладости при этом не получается. Очень удачный рецепт, готовится легко, попробуйте приготовить! Делитесь видео с друзьями, ставьте нравится, это лучшая благодарность от вас! Пока!